Это время для криминальных новостей. В эфире итоговая программа Зона Икс в студии Юрия Шевчук. Здравствуйте! Мы подводим итоги недели новостей с криминальным оттенком, как в стране, так и за рубежом. Не просто рассказываем о событиях, но и анализируем. А еще авторский взгляд наших корреспондентов на события в стране и мире. И сегодня в программе. В рамках расследования уголовного дела задержано 10 активных участников экстремистского формирования Русская Православная Церковь, Царская Империя. Следователи располагают информацией о структуре экстремистского формирования, его участниках и круге обязанностей. Движение активно критикует церковь и пропагандирует насилие, а также отказ от документов, благ цивилизаций и родственных связей. Разбираемся в тонкостях религиозного вопроса. Посредством социальных сетей и листовок вербовались в свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение клятвы верности до последней капли крови императору. Забыл сумку в торговом центре, в котором находилась марихуана, которую я приобрел для личного пользования. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу. В результате установлено, что в сумке забытой в торговом центре находилась марихуана. Об оставленных без присмотра вещах в милицию сообщили сотрудники торгового центра. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Остался всего год до окончания так называемой земельной амнистии. Однако лишь небольшая часть белорусов воспользовалась этой возможностью. Я понимаю, что я могу спокойно пользоваться своим участком. У меня нет никаких проблем и меня не за что наказывать. Из 280 тысяч нарушителей либерализации законодательства воспользовались пока что 11 тысяч человек. Сводим плюсы и минусы. И мы начинаем. В рамках расследования уголовного дела в Беларуси задержано 10 активных участников экстремистского формирования «Русская православная церковь», «Царская империя». Как рассказали в Следственном комитете, в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, им предъявлены обвинения по таким статьям, как создание и руководство, либо участие в экстремистском формировании. Адепты секты проповедуют создание независимого государства «Триединая Русь», а последователи небольшими общинами заселяют в полуразрушенные избы в глухих деревнях. Сектантов контролируют руководители и убеждают отказаться от документов, социальных выплат и даже медицины, разорвать все связи с окружающим миром, в том числе с родственниками. Одно из условий для новых участников пожертвования – экстремисты принимали деньги, дорогостоящие имущества и недвижимость. Установлено, что фигуранты призывали членов секты приносить присягу императору, не признавать действующий государственный строй и нормативно-правовые акты. Фактически они сконцентрировали в своих руках законодательную, судебную и исполнительную власть. По данным следствия, с мая 2023 года фигуранты организовали сеть интернет-ресурсов по вербовке новых адептов для осуществления экстремистской деятельности. Принуждают людей избавляться от документов, продавать жилье. И много наслышано. Слышала даже, что люди приезжали, вот даже семья, и не знаю откуда там, к нему приехала семья, муж, жена и шестеро детей. Они продали свое жилье, шестеро детей. Он им пообещал дать жилье там, на территории монастыря, купить им дом. Оказывается, он им ничего не купил, и где-то поместил ее в маленькой комнатушке. Основные цели международной секты – это дискредитация Республики Беларусь, разжигание расовой, национальной, религиозной и иной социальной вражды и розни, политической и идеологической вражды, неприязни в отношении представителей традиционных христианских ценностей, изготовления, издания, хранения, перевозка и распространения экстремистских материалов. Противоправная деятельность белорусской ячейки международной секты была пресечена сотрудниками ГУБОПИК МВД Республики Беларусь. В настоящее время следователи располагают информации о структуре экстремистского формирования, его участниках и круге обязанностей. Для управления белорусской ячейкой назначен так называемый митрополит. Он на правах руководителя давал указания на подготовку агитационных материалов и написание молитв – подготовку публикаций для экстремистских интернет-ресурсов. Получена информация, что аналогичные секты функционируют в России, Украине и Молдове. В рамках расследования уголовного дела пяти руководителям экстремистского формирования в зависимости от роли каждого в совершении преступлений предъявлены обвинения. Санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В России структура «Русская православная церковь» Царская империя уже давно считается экстремистским формированием. Движение отрицает легитимность Беларуси, России и бывшего Советского Союза. Ее последователи вербовали в свои ряды православных верующих через листовки и социальные сети в разных странах. Лидер секты Леонид Власов взят под стражу в феврале этого года. Уроженец Казахстана четырежды судим, в том числе за тяжкие преступления. Разбираемся в тонкостях религиозного вопроса. Первые задержания сектантов начались в России еще в прошлом году. Среди них был и патриарх, царь, пророк Илья. Именно так представлялся Леонид Власов, лидер секты Русская православная церковь Царская империя. В секте он позиционировался как духовный лидер и правитель государства Триединая Русь. Власов продвигал идею насильственной смены власти. Также он копировал элементы одежды старообрядческого и современного православного духовенства. При этом легитимность России, Белоруссии и СССР участники не признавали. На протяжении четырех лет секта активно набирала подданных в свои ряды. Задержаны адепты незаконного общественного объединения Русская православная церковь Царская империя. Деятельность организации была сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей, призывом к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов власти, совершению иных противоправных действий. Кроме того, лидер объединения, именующий себя Зосимой, подозревается в пропаганде идей, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба другим лицам, посредством распространения их в мессенджере и ютуб-канале. Возбуждены уголовные дела, создание некоммерческой организации, посягающей наличность и права граждан, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. И к совершению иных противоправных действий, связанных с нарушением существующего государства и созданием нового. Вступление общественно опасных последствий в виде пропаганды терроризма. С 2020 года ячейки секты стали появляться в разных областях России и постепенно дошли до нашей страны. Лидер якобы наделен титулом державного патриарха и императора в Сеаруси. Именно поэтому у задержанных так много флагов Российской империи и изображений императора. А с августа задержания начались и в Беларуси. Пинск, Витебская область, Гродненская. По всей стране силовики задержали 11 лидеров и активных участников секты. Одна из особенностей секты Царской империи в том, что она отрицала институты государства в Беларуси и ряде постсоветских стран, при этом активно вербовала в свое сообщество. Сотрудники ГУБОП и КМВД при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск и бойцов ОМОН в разных регионах нашей страны задержали 11 человек. Лидеров и активных участников международной секты, которые отвечали за работы белорусской ячейки. Злоумышленникам он применируется участие в экстремистском формировании, русская православная церковь, Царская империя. В нашей стране организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников. Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины, будучи уверенным, что это православная церковь. Я живу, дышу, ем, пью. Так а паспорт ваш где? Вам выдавали паспорт? Нет его. У многих сектантов нет паспорта, они его сожгли нарочно. Не признавать государство, жить в аскетизме, отказаться от благ и денег в пользу общины, не посещать поликлинику, банки и искренне верить, что Леонид Власов, он же Зосима, он же патриарх, царь-пророк Илья, их духовный наставник. Зосима. А что с ним сейчас произошло? Мой духовный отец. Где он сейчас находится? А я не свидетельствую против близких. Он мне духовный отец. Духовный отец ближе, чем родной отец. Ну, вы ссылаетесь на 27-ю статью Конституции, а там указано про близких родственников, членов семьи против самого себя. А это моя семья духовная. Его адепты, как правило, селились группами в глухих деревнях. Чтобы вступить в ряды секты, нужно было не только попрощаться с деньгами, но и принести клятву верности до последней капли крови императору. Русская православная церковь Царской империи. Каноническое, духовное, историческое разъяснение, образование и церковное служение. А вот эта вот организация, Русская православная церковь Царской империи, она зарегистрирована в Республике Беларуси или нет? А почему люди должны чего-то регистрировать? Потому что, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, все организации должны быть зарегистрированы. Это зарегистрировано? Нет, она не будет никогда зарегистрирована. Обратите внимание, как живут обычные сектанты, искренне верующие в Зосиму. Здесь нет излишеств, нет канализации, только электричество. Все, как проповедует духовный лидер. А вот квартира тех, кто вербует адептов, со всеми удобствами. Деньги здесь напичканы даже в обуви. И их происхождение еще предстоит выяснить правоохранителям. В настоящее время проверяется информация о совершении мошеннических действий в отношении граждан и их имущества, разжигания религиозной вражды, а также призыва к проведению деструктивных акций экстремизма. Основатель псевдорелигии, дважды судимый уроженец Казахстана, начинал продвигать свои идеи насильственного свержения государственной власти в 2022 году в Волгоградской области. Постепенно же патриарху примкнули россияне из других регионов, а также граждане ряда стран постсоветского пространства. Селились эти люди группами лугик-деревняка и посредством социальных сетей листовок вербовали свои ряды новых адептов. Основным требованием для вступления в организацию являлось приношение клятвы верности до последней капли крови императору. В отношении задержанных к Следственным комитетам Беларуси возбуждены уголовные дела за создание экстремистского формирования и участие в нем. Не так давно секта была признана экстремистским формированием и в Беларуси, а также аккаунты, каналы и соцсети организации. В этот список также добавлены некоторые имена членов запрещенной секты. О том, до чего может довести слепая вера, наглядно показывают пензенские затворники. Они стали наиболее известным примером православных верующих, которые приняли попытку уйти от мира. В 2006 году в Пензенской области объявился пророк Петр Кузнецов, который предсказал скорый приход конца света. Членами общины вмиг стали россияне и белорусы. Они не меняли советского паспорта, были противниками кодов, идентификационных номеров, называя их печатями антихриста. В октябре 2007-го 35 человек из этой группы поселились в выкопанном им же подземелье. Там они на протяжении 8 месяцев ожидали конца света, который, по их мнению, должен был случиться в 2008-м. Двое затворников умерли. Когда трупный запах стал распространяться на все подземелье, группа затворников вышла из-под земли. О дальнейшей судьбе этой секты неизвестно. Сам пророк Петр Кузнецов был отправлен на лечение в психиатрическую больницу. Владимир Королев, Зона Х. Итоги недели. Вторая часть большой программы после небольшой паузы. Это программа «Зона Х» и мы продолжаем. Остался всего год до окончания так называемой земельной амнистии. Однако лишь небольшая часть белорусов воспользовалась этой возможностью. Генеральная прокуратура также выразила беспокоенность по этому поводу. Напомню, что летом 2022 года была принята новая редакция кодекса о земле. Речь идет о нарушении границ участков, самовольном занятии земель и их нецелевом использовании. Было выявлено более 280 тысяч таких случаев. Государство пошло навстречу гражданам, предоставив возможность в течение трех лет, до 1 сентября 2025 года, узаконить самовольно занятые участки. Однако подано всего 11 тысяч заявлений, хотя тех, кому следовало бы урегулировать правовой статус своих земель, значительно больше. Продолжить тему Александр Камович. Решить вопрос с этим выступом – это была просто мечта и большое желание. И вдруг, неожиданным образом, понимая, что закон скоро вступит в силу, что меня очень интересовало, я его отслеживала, мне пришло письмо из Мингоросполкома с предложением о выкупе этого кусочка. Татьяна Захарчук – одна из тех, кто действительно ждала той самой земельной амнистии, чтобы уже наконец решить правовой вопрос. Так оказалось, что ее участок распланировали неровным, и небольшой отрезок находился чуть ли не в центре. По логике вроде свой, но не по закону. Все решило письмо от городских властей, где Татьяне предложили выкупить тот самый участок. В любом случае я получила удобство для пользования. Я никогда не нервничаю, что на этом участке, который рядом со мной занимает маленькую площадь, могут сделать какую-то там общественную мусорку, например, что имеют право быть. Или, например, какой-то ларек, который тоже имеет право городские власти там разрешить поставить. То есть я понимаю, что я могу спокойно пользоваться своим участком, у меня нет никаких проблем, и меня не за что наказывать. Летом 2022 года была принята новая редакция Кодекса Республики Беларусь о земле, которую прозвали «Земельной амнистией». Согласно ней гражданам предоставлена возможность в течение трех лет, а именно не позднее 1 сентября 2025 года, получить в собственность либо пользование самовольно занятые земельные участки. Правда, при соблюдении ряда условий. Одним из таких условий является, во-первых, что построенный объект, он соответствует градостроительным нормам, регламентам, не несет угрозы жизни окружающим. То есть второй момент, это должно быть согласие всех заинтересованных. В основном такое строительство связано с самовольным занятием чьих-то земель. Понятно, что если есть возражения, то оснований для принятия решения такого нет. То есть люди должны договариваться между собой. Ну и один из существенных моментов – это унесение оплаты за легализацию. То есть, грубо говоря, человек, который сегодня самовольно занял земельный участок, если он решил его легализовать, то он должен заплатить кадастровую стоимость тех земель, которые он занял. Такие нормы в первую очередь действительно назрели. И это понимали как в руководстве страны, так поддержали и рядовые землепользователи. По результатам проведенной инвентаризации земель и с полкомами выявлено более 280 тысяч фактов нарушений. Это нецелевое использование, частичное самовольное занятие земель и нарушение границ. Определить границы земельных участков помогает предприятие «Белгипрозем». Его структуры с помощью летательных аппаратов, в том числе беспилотных, производится аэрофотосъемка, а затем эти данные загружаются на специализированные сайты. К слову, на таких интернет-картах возможно рассмотреть объекты вплоть до 30 сантиметров. В вопросах землеустроения важна как раз высокая точность расчетов. После разведки в полях специалисты тщательно сортируют информацию и вносят данные в реестр. Благодаря этому сегодня можно легко и точно понять, какая земля и кому принадлежит. Наша аэрофотосъемка используется для решения землеустроительных задач. Сейчас мы с вами на заднем плане можем видеть геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь. Ресурс, который ведется нашей головной организацией Белгипрозема. Для него мы поставляем аэрофотоданные. Эти аэрофотоданные добавляются на данный ресурс для того, чтобы у пользователей была возможность получать самую точную и актуальную информацию. Эти данные непосредственно ложатся в основу решения многих землеустроительных задач, в том числе определения самовольно занятых земель нашими гражданами, для решения задачи регистрации недвижимого имущества. За практически два года действия земельной амнистии подано только порядка 11 тысяч заявлений. При этом по абсолютному большинству таких запросов правовой вопрос разрешен. Впрочем, процедура оказалась не самой простой для некоторых граждан. От момента подачи заявления и до получения решения о том, что нам разрешают узаконить, это прошло ровно полгода, ровно полгода. Первые три месяца ничего криминального не происходило. То есть подали заявление, потом нужно было сходить в земпроект, на то, чтобы подписать договор на обмер, а потом уже нужно было землеустроительный комитет. И вот когда землеустроительный комитет, мы с ними очень долго возились, потому что чего-то не хватало, что-то постоянно нужно было. И вот три месяца, образно говоря, у них приемный день во вторник, я как на работу ходил в землеустроительный комитет. Находясь в очереди, когда там же постоянно очередь, то есть приемный день один граждан, и находясь в очереди постоянно, люди были недовольны. Ну то есть понятно, что позанимали участки государственные, и от этого никуда не денешься, но люди недовольны, потому что все это прям очень долго, утром. Отметим, что данный вопрос остается на контроле органов прокуратуры, которые по результатам масштабных проверок отметили недостаточно активную позицию исполкомов в работе с населением. Выявлены факты волокиты, неверного трактования норм, а также принятие решений местной исполнительной властью с нарушениями закона. Впрочем, в самой прокуратуре говорят, что неразрешимых ситуаций нет. В случае выявления фактов самовольного занятия земель ранее местными исполнителями и распорядителями органами принимались решения об освобождении земель, о сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояния. Нормы земельной амнистии введены по решению президента и в интересах нашего населения, для того, чтобы разрешить годами назревшие проблемы. Дело в том, что такие объекты невозможно было зарегистрировать, соответственно, продать, подарить, сдать в аренду, иным образом распорядиться. Фактически остался всего один год такого льготного режима. Тем временем в прокуратуре отметили, что все факты нарушений учтены и зафиксированы. И если кто-то надеется, что его ситуация затеряется в архивах, весьма зря. Государство пошло навстречу. Теперь очередь владельцев участков. Александр Камович, Иван Мозго и Николай Лошкевич. Зона Х. Итоги недели. Менчанин на фудкорте забыл сумку. Его задержали оперативники. Об оставленной посетителям подозрительной сумки сообщили сотрудники торгового центра. Правоохранителями в ходе осмотра забытой вещи была обнаружена стеклянная банка с веществом растительного происхождения. Содержимое было изъято и направлено на экспертизу. В результате установлено, что в сумке находилась марихуана. Оперативниками наркоконтроля была установлена личность владельца сумки. Им оказался 40-летний директор частной фирмы, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Мужчина задержан. С его слов он приобретал наркотик для личного употребления. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас небольшая реклама, но совсем скоро мы вернемся. В эфире снова Зона Икс, и мы продолжаем. В мире криминала особую нишу занимают нелепые, неудачные и даже странные поступки. Они происходят по всему миру. Отвага и глупость, зрелище и трагедия, преступления и наказания неизменно шагают рядом, независимо от географии. Например, в Америке машина снесла стену и заехала в дом, когда семья накрывала на стол. Вместе с тем, в другой локации штатов подросток расстрелял невинных людей. В Китае одномоментно и эффектно взорвались выше десятка недостроенных высоток. А в России нетерпение оттолкнуло парня забраться в магазин раньше открытия. А в республике Саха, Якутия, пилот выписывал виражи в нескольких метрах от места пикника. О событиях за рубежом в дайджесте Елизаветы Локотко. Россия, Москва. Утро еще не наступило, а нетерпеливый паренек, видимо, решил воспользоваться убеждением, что клиент всегда прав. Поэтому без лишней скромности пролез в магазин через окно. Путин держал к алкогольной витрине. И здесь нужно сказать, что брал молодой человек не все подряд, а с выборкой. То, что заинтересовало, а это несколько бутылок коньяка и емкости вина, он сложил в пакет. Уходя, еще и прихватил что-то сладкое. Вышел посетитель через то же самое окно, попробовать напитки он наверняка успел. Ну а после была встреча с полицией. Подозреваемый задержан из рассказа. Был пьян, хотел еще, но купить было негде. Поэтому нашел выход. Ну, точнее, вход в маркет. Виражами в воздухе и на земле отличился пилот легкомоторного самолета в Якутии. Экстремальной посадкой заинтересовалась транспортная прокуратура. На видео кукурузник приземляется на береговой полосе. И все бы ничего, но там люди организовали пикник. А воздушное судно пролетело совсем рядом с ними. Острых ощущений добавил и виртуозный разворот, которым летчик завершил свой полет. Дрифт, конечно, зрелищный, но безопасным он от этого не стал. Эффектные кадры из Китая вы видите как одномоментно. С лица земли стирают свыше десятка недостроенных высоток. Зачем? Вопрос, который интересует и нас. Известно, что у строительной компании закончились деньги на завершение проекта. Поэтому все сооружения было решено снести. Одно непонятно, почему возведение комплекса не перепоручить другой организации. Им там видней, как правильно и выгодней. А это не менее впечатляющее, но тревожное видео. Наглядная демонстрация, что несчастный случай может произойти, когда и где угодно. В американской Аризоне семья спокойно готовилась к трапезе перед телевизором. Приносили еду, поправляли подушки, чтобы беззапотно провести время. Люди не подозревали, что через мгновение их планы разрушатся, как и дом. В жилище на полной скорости влетает авто, сносит стену и даже женщину с ног. Причины аварии не сообщаются. По данным некоторых СМИ, в этой истории чудом обошлось без жертв. 385-й массовый случай стрельбы в США за год. И произошел он в Джорджии. Подросток открыл огонь в школе. Были убиты двое детей и два учителя. Ранение получили три десятка человек. Киллер задержан. У него была полуавтоматическая винтовка. И что удивительно, как сообщает СНН, администрация учебного заведения накануне получала даже угрозы. Звонивший заявлял, что массовая стрельба готовится в пяти школах. И даже назвал первую в списке, где, собственно, все и произошло. И, как стало известно, задержанному 14 лет. Согласно законодательству штата, ему грозит смертная казнь. Ведь судить его будут как совершеннолетнего. Америка – страна контрастов. Более странной погони мы еще не видели. Компания друзей отдыхала в пикапе у дороги. И вроде бы все было спокойно. Общались, пили пенные, пока рядом не проехала полицейская машина. Офицера явно заинтересовала, что за досуг у ребят. Но те о своих планах рассказывать не желали и укатили в лес. На ходу в кузов запрыгнул отстающий приятель. И вместе с товарищем они стали швырять в преследователя пивные банки. Окончание этой истории неизвестно. Тут уже место для полета вашей фантазии. Похищал рыбу в особо крупных размерах. Очевидцы засняли злоумышленника, повадившегося воровать добычу у рыбаков. Воришкой оказался медведь. На записи видно, как косолапый, не стесняясь, идет к чану с рыбой и вытягивает оттуда свой улов. После этого бурый или даже обуревший медведь уходит, как ни в чем не бывало. Мол, это мои места и я тут главный. Такой была программа «Зона Х» по итогам этой недели. Мы трудимся для вас, чтобы вы следили за криминалом, исключительно с телеэкранов, оставаясь при этом на светлой стороне. А что происходит на темной, мы покажем. Еще больше новостей на нашем ютуб-канале и в инстаграм. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова